Пришел человек с депрессией к специалисту, психотипеду, психологу. И вот что профессиональный специалист должен сделать? Прежде всего, он проводит дифференциальную диагностику. Является ли то состояние, с которым обратился человек, действительно депрессией, или это просто сниженное настроение. Тут есть ряд критериев. Это и длительность, там больше двух недель. Это характерный образ мысли, где есть триада знаменитая БЭКа. Это, конечно, ограничение активности, мотивации, ангидонии и так далее. И профессиональный специалист должен уметь это определить. Следующее, после того, как он провел дифференцировку и сказал, да, это депрессивное расстройство, его задача определить происхождение. Дело в том, что депрессивные расстройства, они у нас могут быть нажитыми, возникшими в результате каких-то жизненных проблем, выраженного переутомления, хронической какой-то усталости и так далее. И психика так защищается и включает это хранительное торможение. Или же это может быть изнутри пришедший депрессивный эпизод. Такие депрессии называются эндогенными, поэтому назначаются препараты. Но в любом случае дальше должна начинаться психотерапия. Потому что даже если вы принимаете антидепрессанты, вы нуждаетесь психотерапией. Потому что психотерапия помогает бороться с теми автоматическими мыслями, с теми внутренними конфликтами, которые, как правило, сопровождают депрессию любого типа. Поэтому обращайтесь к специалистам, если чувствуете, что как-то вам стало жить тоскливо, чувствуете, что радости не получаете от жизни, которую получали раньше. Возникают какие-то мысли, зачем жить, может быть, не жить и так далее. Все это повод для обращения к специалисту.